Мари-Анде Камарго, Мадемуазель Камарго или Ла Камарго, французская артистка балета, первая танцовщица Парижской Королевской Академии Музыки в 1726, 1735 и 1742-1751 годах, изображена на известной картине живописца Никола Ланкре, различные версии которой находятся в Национальном галерее искусства в Вашингтоне, Эрмитаже в Санкт-Петербурге и Собрании Уоллеса в Лондоне. Также существуют патреи от артистки, выполненные живописцем Жан-Марком Натье. Портрет Камарго с обозначением года ее дебюта 1726, написанная Гюставом Буланже по композиции Никола Ланкре, располагается на фрезе танцевального фойе Гранд-Опера, среди других 20 портретов выдающихся танцовщиц конца 16-го и середины 19-го веков. Мари-Анкюли родилась 15 апреля 1710 года в Бюрсселе. Училась танца у балерины Франсуаза Приво, однако блондарский характер юной ученицы и свободолюбивые нравы привели к конфликту. После того, как Приво отказалась от воспитанницы, Мари-Анк стал заниматься с Мишелем Блонди. На сцене Парижского оперного театра Камарго дебютировала 5 мая 1726 года, танцевала в огромном количестве балетов и театрализованных балетных постановок. Она известна как реформатор балетного танца. В 1730 году она первой из женщин начала исполнять на сцене Кабриали и Андрашан, до того считавшиеся принадлежностью техники исключительно мужского танца. Укоротила юбки, чтобы иметь возможность свободнее двигаться. Среди ее партнеров был Антуан Лаваль, французский балетный артист и хореограф. Пользовалась большим успехом у публики. Ее грация приводила в восторг многих знаменитых людей того времени, в том числе и Вольтера. Также выступала как певица. Танцевала в Королевской академии музыки до 1751 года. По настоянию своего любовника, графа Клермона, она оставила сцену в 1734 году, однако запустя 6 лет в 1741 продолжила своим выступлением в гранд-опера. После своего возвращения на сцену, Камарго пользовалась огромным успехом. Полная веселости и блеска, грация Камарго, ее жизнерадостность и виртуозность, исполнение танцев приводили в совершенный восторг многих известных людей в Европе. Она окончательно покинула балет в 1751 году. Была одарена роскошной королевской пенсией стоимостью в 1500 фунтов. Скончалась в Париже 28 апреля 1770 года в возрасте 60 лет. Похоронена в церкви Святого Роха в белых одеяниях и белом гробу, согласно обучию, принятому в те времена для незамужних женщин. Фигурировала во втором акте балета Жан-Пьера Амера «Манон Леско». Также была героиней балета Мариоса Петипа, Камарго, роль которой впервые исполнила Адель Гранцева в 1872 году. Фигурировала во втором акте балета Жан-Пьера Амера «Манон Леско»